Сухопутный пограничный пост Он был в устье реки Тур полковником царской армии Константином Будагозским в 1859 году. Он получил название Турий Рог. На этом историческом месте во славу первых русских пограничников возведен и освящен православный поклонный крест. В 30-е годы прошлого века на приморских пограничных тропах зародилась слава отважного следопыта Никиты Федоровича Карацупы. Это имя стало легендой в пограничных войсках. В должности проводника разыскной собаки он служил на заставах Полтавка и Кордонка градековского отряда. На его счету 467 задержанных и уничтоженных нарушителей границы, участие в 120 боевых столкновениях. Он подготовил и обучил тысячу следопытов. Волевой, неустрашимый, находчивый красноармеец Карацупа обнаруживал нарушителей, несмотря на самые замысловатое их ухищрение. Всесоюзную известность он получил в 1936 году после награждения первым орденом Красного Знамени. Мальчишки по всей стране играли в Карацупу, а повзрослев, становились в строй зеленых фуражек. За большие заслуги в охране границы он был удостоен звания Героя Советского Союза. Яркую страницу в летопись защиты Отечества вписали приморские пограничники летом 1938 года. Бои у озера Хасан стали серьезной проверкой боеготовности Красной Армии в канун Великой Отечественной войны. Японские милитаристы давно вынашивали план захвата стратегически выгодного участка на самом стыке сухопутной и морской границ в районе Пассиета. 29 июля на сопке Безымянной группа лейтенанта Махалина, состоявшая из 11 пограничников, подверглась нападению, но смело вступила в неравный бой. Этим было положено начало боев у Хасана. В кровопролитных боях японцы были выбиты с основных высот за Озерный и Безымянный, и к 11 августа наша земля была освобождена от захватчиков. За отвагу, мужество и героизм, проявленные при разгроме японских милитаристов у озера Хасан, первыми героями Советского Союза в пограничных войсках стали Алексей Махалин, Василий Веневитин, Петр Терешкин, Иван Чернопятка, Гильфан Батаршин. Еще 300 пограничников и их жен были награждены орденами и медалями. Даманский. Этот небольшой остров на реке Уссури стал известен всему миру после событий марта 69-го. В 1967-69 годах, нарушая пограничный режим, группы гражданских лиц и военнослужащих сопредельного государства систематически преднамеренно выходили на советскую территорию, откуда всякий раз выдворялись пограничниками без применения оружия. Однако в период со 2 по 15 марта 1969 года, когда противостояние достигло своей наивысшей точки в районе острова Даманский, применения оружия избежать уже не удалось. В результате вооруженного столкновения с советской стороны погибли 58 человек. Пограничники проявили в этом противостоянии удивительную выдержку, стойкость и самообладание. Символом бесстрашия и мужества стали имена героев Советского Союза, демократа Леонова, Ивана Стрельникова, Виталия Бубенина, Юрия Бабанского. Погибшие защитники Родины захоронены в городе Дальнереченске, где позднее был открыт мемориал воинам-пограничникам. Нынешнее поколение защитников границы чтит и помнит подвиг тех, кто охранял рубежи Отечества в те далекие годы. Сегодня главные задачи пограничников – это охрана государственной границы, борьба с терроризмом, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия, нелегальной миграцией, контрабандой, расхищением природных ресурсов и другой трансграничной преступностью. Для их решения применяются самые современные технические средства охраны рубежей государства. На границу пришли высокие технологии – видеокамеры, тепловизоры, новейшие радиолокационные системы, новые современные корабли, другие технические новшества. Они значительно облегчают внесение службы и помогают пограничникам в их работе. Однако, как и во времена легендарного следопыта Никиты Федоровича Карацупы, самыми надежными и верными помощниками пограничников остаются служебные животные – лошади и собаки. Именно с их помощью задерживается около половины нарушителей государственной границы. Предотвращаются попытки контрабандного перемещения за кордон ценных объектов таежной флоры и фауны – женьшеня, шкуры дериватов краснокнижных животных. Залогом успешного решения задач по охране границы является активная поддержка населения при граничье. Добровольцев из народных и казачьих дружин. Всего у приморских пограничников более тысячи помощников. Ежегодно с их участием на защиту и охрану границы выходят тысячи нарядов. На морском участке на пограничников возложены защита территориальной целостности России, предотвращение и пресечение незаконного промысла водных биологических ресурсов страны. На вооружении береговой охраны сегодня стоят новые корабли и катера, патрульные суда типа «Командор» с вертолетами на борту, предназначенные для обеспечения экономической безопасности государства и контроля промысла в исключительно экономической зоне России. Береговые посты технического наблюдения оснащены современнейшим радиолокационным оборудованием, которое позволяет в условиях ограниченной видимости обнаруживать надводные цели, сопровождать их, определять точные координаты, выходить на связь с пограничными кораблями и наводить их на цели. Ежегодно, благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников береговой охраны, привлекаются к ответственности десятки судов, нарушителей правил промысла. Выпускаются обратно в море тысячи особей живого краба, изъятого у браконьеров. Расхитителям водных биоресурсов поставлен надежный заслон. Контроль следующих через государственную границу граждан, транспортных средств и грузов осуществляют сотрудники органов пограничного контроля, которые несут службу в авиационных, морских, автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. Ежегодно здесь изымается товаров и грузов, незаконно перемещаемых через границу, на десятки миллионов рублей. Предотвращаются попытки контрабанды дериватов и водных биоресурсов, провоза наркотиков и спиртосодержащей продукции. Стабильность на государственной границе напрямую зависит от добрых отношений и сотрудничества со странами-соседями. Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю тесно взаимодействует со своими зарубежными коллегами. Пограничной охраной и общественной безопасностью Китая, пограничной охраной КНДР, береговыми охранами стран северной части Тихого океана, Японии, Республики Корея, США и Канады. Проводятся рабочие встречи и совместные учения, как на сухопутном, так и на морском направлениях, на которых отрабатываются вопросы взаимодействия по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приморье – край приграничный, и защитники рубежей здесь всегда пользовались уважением. Верность присяге, преданность Родине и воинскому долгу, бдительность и высокое профессиональное мастерство – вот те качества, которые всегда были присущи часовым дальневосточных рубежей. На приморских пограничников возложена большая ответственность – стоять на страже государственной границы там, где опорный край державы, там, где начинается Россия. Субтитры создавал DimaTorzok